В эфире программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Сегодня мы с вами выслушаем «Особое мнение» члена Общественной палаты Кировской области, директора Кировского центра поддержки некоммерческих организаций Олега Ткачева. Олег, добрый день. Добрый день. Традиционно напоминаю о том, что на сайте kirovo.ru есть аудио- и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, зайдя на сайт, вы заблаговременно можете узнать о том, кто будет у нас в гостях, в особом мнении, и задать вопрос гостю с помощью специальной формы. Но и потом уже, ближе к вечеру, все программы «Дневной разворот» и «Особое мнение» появляются в записи на сайте kirovo.ru. Можете посмотреть, послушать и, конечно же, прокомментировать. Тут хочу начать со следующей темы. Как известно, пару недель назад, да, это было, нет, уже чуть больше, 9 кировских некоммерческих организаций получили президентские гранты. Участвовали в судьбе этих организаций? Да, мы поздравляем победившие организации. Многие из них консультировались у нас. Мы рады за нашу организацию. Мы посмотрели по результатам сравнения с другими регионами. То есть другие регионы посылали заявок намного больше. То есть от Кировской области было послано 39 заявок. В итоге 9 победили. Ну, соседние регионы посылали сотнями. В итоге получили там 4-5. Одна-две. А с чем связано? Качество заявок из других регионов было? Я так думаю, то есть мы переговорили с коллегами из других регионов. То есть, ну, все-таки, скорее всего, это качество заявок. То есть что-то там не хватало, возможно? Ну, да. Что-то вызывало претензии? То есть я рад, что Кировская область достойно поучаствовала в первом туре. В этом году еще одна волна будет, да? Две. Две еще? Да, еще будет две волны. То есть сейчас мы ориентируем некоммерческие организации, чтобы они продолжали писать, продолжали участвовать. То есть будет еще две волны. Еще будет распределено около 2 миллиардов рублей. И вполне возможно, то есть счет еще не закрыт. Это самое большое количество за последнее время? Девять? Да. Больше еще не было когда? На одном этапе сразу две. Кировская область за предыдущие 2-3 года, в принципе, столько не набирала. Сейчас за одно. Да, мы консультировали всех заявителей, буквально перед подачей заявок, круглые сутки сидели, правили, корректировали подаваемые заявки. Ну, в итоге все, что успели послать, послали. Вот такой вот результат. Ну, в общем, частично так можно и на ваш счет записать, да? Частично, да. Эту победу? Ну, в первую очередь, конечно, это авторы заявителей. То есть насколько глубоко они прорабатывали там свои идеи. То есть нашими советами можно было пользоваться, можно было не пользоваться. То есть мы подсказывали, как обычно происходит. И если наши советы кому-то пригодились, то мы за них рады. Вы сходили к проблеме, обращаясь в какие-то такие ключевые основы? И ключевые, то есть самые распространенные там проблемы – это там нелогичные заявки. То есть когда в качестве проблематики пишется там одна проблема, там социальная, там, ну, вообще. Все в нашей жизни плохо, вот, и начинать надо очень издалека. А сама заявка написана про какие-то более узкие вещи. И там при, там, ознакомлении с заявкой, то есть понятно, что это плохо связано, там, одно с другим. То есть из постановки проблемы не вытекают, там, цели проекта, из цели не вытекают задачи. Задачи, там, как-то слабо связаны вообще с механизмами реализации. Вот, вот, всю вот эту вот логику подчистить. Просто перекомпоновать свои мысли, там, это, ну, отдельная трудоемкая работа. Вот, здесь требуется всегда взгляд со стороны, потому что люди, которые каждый день занимаются чем-то одним, их взгляд замыливается, то есть им кажется, что все логично, что все правильно. Вот, а если посмотреть на это со стороны, то там, там, не так все очевидно. Ну, это, видимо, вот из-за того, что нет, да, в момент составления этой заявки, вот, кого-то еще? Кто-то смог подсказать своим взглядом? Ну, кто-то стесняется, кто-то надеется на свои силы, кто-то считает себя, там, полным профессионалом, там, своей теме, вот, и не уделяет должного внимания, там, стилю описания, там, не обращает внимания на такие моменты, что заявки будут считать совершенно незнакомые люди, незнакомые не с деятельностью этих прекраснейших организаций, и незнакомые со спецификой, там, региона, в котором будет реализовываться проект, там, и какие-то вещи для экспертов остаются непонятными, вот, то есть они не понимают эксперты, читая только лишь документ, там, заявку на финансирование, каким образом из одного вытекает другое и к чему все это приведет. Вот, то есть мы всегда советуем, там, не только к нам обращаться, а просто, там, даже на бытовом уровне, там, отнести, там, своим, там, знакомым, показать заявку, там, друзьям, вот, чтобы свежим взглядом кто-то перечитал, вот, и высказал все, что непонятно. Ну, так и, значит, все наши некоммерческие организации, которые заявляются на грант, они через вас проходят, через ваш цель? Ну, не все, то есть, там, есть опытные организации, которые, в принципе, достаточно, там, опытные и сильные для того, чтобы, там, самостоятельно, там, без нашей помощи, без нашей консультации, вот, но в основном те, которые подают, там, первый раз, там, второй раз, обычно, там, с нами общаются, консультируются, вот, мы читаем их заявки, вот, рекомендуем что-то изменить. Ну, вот, на первом этапе сейчас новичков не было, там, все 9 были? Ну, как, вы, вот, из 39 поданных заявок, там, там... Нет, я имею в виду победителей, 9, все, все, достаточно опытные. Ну, достаточно опытные. Да, но существующие. Да, то есть, по крайней мере, там, если они не заявлялись ранее, там, в такие грант-авиаконкурсы, они реализовывали проекты, вот, на оригинальном уровне, то есть, есть опытное написание, то есть, я думаю, что эти результаты, они достаточно заслужены. Следующие два этапа по времени, когда состоятся? Следующие два этапа. Второй этап будет в конце августа, вот, и, там, третий этап в конце осени, там, зимой. Заявки уже нужно подавать или еще есть время? Или время прошло? Нет, еще есть время, то есть, еще не объявлен, там, второй этап. То есть, как только второй этап будет объявлен, мы снова будем собирать коммерческие организации, будем проводить и семинары консультационные, и приглашать людей на частные консультации, сидеть с текстами заявленных. Хочу я сейчас поднять тему объединения двух крупнейших вузов Кировской области, Вятского гуманитарного государственного, университета Вятского государственного. Университета объединения пока еще, ну, видимо, с приставкой «возможное объединение», потому что на официальном уровне об этом ничего не сообщается. Ну, вы с какими мыслями воспринимаете сообщение о том, что их возможно объединят? Ну, вы знаете, эта тема объединения, там, двух вузов, она настолько уже давняя. То есть, ее обсуждают, там, на протяжении последних, там, многих лет. Так что, ну, никакого сюрприза, там, не произошло. Ну, очередное сообщение о том, что все-таки будут объединять. Насколько это снова затянется, насколько, там, месяцев или лет, ну, опять же, это неизвестно. С другой стороны, мне кажется, вот что. У нас есть крупнейшие вузы в регионе, вот, между которыми, ну, традиционно была, там, вольная или невольная, там, была конкуренция. За абитуриентов. Да, за абитуриентов. И абитуриенты выбирали, там, то, что считали лучшим и нужным для себя. Если это объединято, это будет единая, там, организация, мне кажется, что уйдет вот этот момент соревновательности, момент конкуренции. Вот, вот с этой точки зрения, вот, ну, я вижу, вот, там, ну, такую, ну, негативную сторону. Вот, то есть, когда нет конкуренции, когда нет стремления быть лучше, совершенствоваться. Да, да, да. То есть, будет, ну, очень крупная организация, ну, если все-таки это произойдет. И никого рядом, там, кто бы дышал в спину, поджимал, вот, на сравнении с кем можно было бы совершенствовать свои, там, услуги, свою деятельность. Там, мне кажется, что, вот, если это уйдет, то это будет не очень хорошо для региона и для системы образования региона. Но для самих абитуриентов будет легче сделать выбор? Ну, вот, не придется уже метаться, либо политех, либо перг. Все, один, один мус, все, поступает. Ну, легкость выбора, это как бы не... Для абитуриентов, да, будет легче. Вот, ну, полезна ли легкость выбора, когда из всего выбора, там, только один выбор. А вы ставите вопрос, зачем объединять? Есть ответ на линию? Ну, формальная причина, как бы, объединение ресурсов с целью, там, повышения эффективности. Но, опять же, я считаю, что повышение эффективности, там, образовательного процесса, в первую очередь, он соревновательность между разными образовательными организациями. Ну, то есть, вы тут отчасти, видимо, поддерживаете мнение ректора Ветского социально-экономического института Владимира Сузова о том, что он в некой монополии, в основном, да, на рынке высших образовательных условий. Ясно. Вот, опять же, комментарий, да, главы Министерства образования и науки Дмитрия Ливанова о том, что вообще линия такая у нас намечается в стране, объединение, присоединение мелких вузов в более крупном, из-за того, что демографическая ситуация опять-таки в стране у нас не слишком складывается. Многие специалисты не верят этим данным, наоборот, говорят, что у нас растет число выпускников. Я не думаю, что вопрос стоит в демографической ситуации, то есть, тут какие-то другие вопросы. То есть, мне кажется, здесь вопросы вообще мировоззренческие. Чему учить? На что ориентировать? Каким образом формировать там будущего специалиста? То есть, будущий специалист должен быть каким? То есть, он должен быть там специалистом широкого профиля и разбираться абсолютно во всем, или должен быть там высоким профессионалом в узкой сфере? Вот. Мы живем в очень странную, сложную эпоху. Сейчас происходит большой технологический прорыв, передел. То есть, технологии, они возникают и исчезают с очень высокой скоростью. Заранее, на много лет вперед, на десятки лет вперед предугадать, какие специалисты должны быть и каким образом, какие специалисты нам нужны будут через 10, через 15, 20 лет. И технические, специалисты технической сферы, гуманитарной сферы, там очень сложно. Но более краткосрочные перспективы можно все-таки попытаться. Краткосрочные, да. То есть, есть рынок труда, но и с рынком труда там тоже все не очень понятно и прозрачно. То есть, статистика вещь там упрямая. И когда по факту получается, что всего лишь 3% выпускников устраиваются по своей основной специальности, то это говорит о том, что то ли ребята там 5 лет назад шли в учебное заведение, там в чем-то ошиблись, там в выборе жизненного пути, если потом не пошли работать по этой специальности, то ли мир ушагал далеко вперед, и эти специальности, они как-то стали неактуальны. Ну, здесь много о чем можно подумать. И вопрос выбора стратегии, да, это должна быть государственная стратегия, но я не думаю, что она должна быть именно в укроплении. Мне кажется, что наоборот, государственная стратегия улучшения качества образования, она в диверсификации и в создании разных моделей, разных конкурирующих друг с другом. Потому что невозможно сейчас на долгие годы вперед сказать, какая из моделей образования, какая из моделей успешности сыграет. Сейчас востребовано одно, прямо сейчас можно подготовить одних специалистов. Так получится, что, может быть, через 10 лет будут востребованы совершенно другие специалисты, а этим не найдется применение. У многих не укладывается в голове тот факт, что эти вузы, ведь они разнопрофильные, гуманитарные, соответственно, направления, технические. Им не ужиться просто-напросто будет. За последние годы вот эта вот разница, она как бы так более стерлась. То есть сейчас это более-менее универсальные оба вуза. Да, традиционно направленность она чувствуется, но тем не менее. То есть и в одном, и в другом вузе есть достаточно большие кафедры, технические специальности, гуманитарные специальности. И в принципе стоит говорить о разных подходах к образованию, то есть разных традициях просто учебного заведения, даже стилистике, ощущении. То есть глядя на сегодняшних взрослых людей, успешных людей, невольно смотришь на человека, смотришь на стиль его общения. И можно угадать, выпускником какого вуза он был. То есть я знаю, что историки ПЕДА в основном ушли в политиков, пиарщиков. Журналистов. Журналистов, да. Специалисты политеха, руководители крупных фирм, прекрасные технические специалисты. То есть это ведь не просто так обусловлено. То есть это сформированный склад мышления. То есть и у того, и у другого вуза, про который сейчас идет речь, то есть у них сложившийся стиль общения, дух, тот, который прививается, воспитывается, то особое мироощущение, которое дается студентам в стенах одного учебного заведения. Ну а если это все-таки все выльется в то, что кадры почистят, кого-то уволят, что-то там незначительно изменит, а все, никакого качественного скачка роста не произойдет. Вполне возможно, может быть и так. Хотелось бы надеяться на лучшее. То есть хотелось бы надеяться, что все вот эти реформы, они приведут к чему-то полезному. Но мне кажется, что там все это зря. И зря все-таки. Мне кажется, что ситуация, когда два крупнейших вуза конкурировали, она была полезна. То есть было с чем сравнить. Все остальные там, да, у нас есть еще вузы, которые работают в Кировской области, но по количеству абитуриентов, и по мощностям, по возможностям образовательного процесса, они явно там уступают по материально-техническим ресурсам, по наличию помещений, оборудования и прочее. То есть их нельзя сравнивать с этими двумя крупнейшими. Вот интересный тоже вопрос. Если вузы все-таки эти объединят, количество бюджетных мест, которые выделяются на каждый из этих вузов, оно будет суммировано или сколько-то все-таки отщупнут и распределят между другими? Чтобы были уже мелким, да, вузам как-то было не слишком-то обидно. Мне кажется, что мое предположение основано просто так на таком эмпирическом опыте. На опыте, да. То есть мне кажется, что бюджетных мест станет меньше и вряд ли они перейдут в какие-то другие вузы. Мне кажется, что общее количество бюджетных мест на регион будет уменьшено, потому что вузов станет меньше и будет более-менее единая монопольная политика в отношении бюджетных мест. И скорее всего возникнет количество платных образовательных услуг, может быть, даже теми же, оказываемыми теми же вузами. Я напомню, что это особое мнение Олега Ткачевача на общественной палатке Кировской области, директора Кировского центра поддержки некоммерческих организаций. У нас достаточно широкий сегодня спектр тем, они разные все. Вот хотел бы затронуть тему криминала. Ну, это с одной стороны, конечно, криминал. Очередной подпольный игровой клуб в Кирове раскрытся. В самом центре города, буквально, на Карла Маркса 46-Б. И работа полиции, она в этом отношении продолжается. У нас с завидной регулярностью происходит. Вот выявляются такие случаи. Может быть, уже властям страны стоит пересмотреть тот закон о четырехигорных зонах в России и пойти как-то навстречу, чтобы эти организации были официально оформлены, налоги платили. Спрос-то есть? Ну, закон есть закон. То есть, пока закон не отменен, его необходимо исполнять. Поэтому подпольные и горные заведения регулярно вычисляются и прикрываются. Но, с другой стороны, да, я тоже согласен с тем, что есть определенная часть людей, которым, я многих знаю, которые, в принципе, не запойные, не игроманы. А которые, там, вполне в пределах, там, допустимого, там, риска, там, любят какие-то азартные, там, игры, там, любят, там, поставить... Или, где-то, незаконно этим занимаются, да, сейчас? За границей. За границей. За границей, законно, то есть, ну, это речь не идет о, там, последнюю, там, рубашку, там, просадить. Ну, то есть, это достаточно обеспеченные и благоразумные люди. Да, достаточно обеспеченные и благоразумные люди. То есть, там, ну, чего-то в жизни не хватает. Вот, я не думаю, что, вот, как бы, вот такая склонность, там, испытывать, там, азарт в умеренных, там, пределах, да, это что-то такое, там, там, явно незаконно. Тем более, как бы, когда говорится о четырех зонах, то есть, все-таки там-то это разрешено, и туда можно выехать и, там, это сделать. Правда, там, насколько я так понимаю, не готово, так и не развернуты эти... Ну, азарт, там, нельзя говорить о бурной деятельности, да. Ну, вот. То есть, все-таки, мне кажется, что подобные вещи, там, в определенном количестве, при определенных условиях, необходимо, там, легализовать и, вот, платить с них налоги. То есть, в условиях, там, экономического кризиса и, там, прочих проблем, вывод из тени, там, из криминального оборота определенной части, там, финансовых средств, там, там, поступление в виде налогов, там, в бюджет был бы полезен. Ну, сейчас, конечно, определенную часть людей могут нас проклянуть, знаете, да, вот, фантазии по поводу того, чтобы разрешить, или... Потому что, ну, во многих случаях, это действительно трагедия, когда человек, ну, последний из семьи, из дома несет для того, чтобы... Для того, чтобы поиграть. Ну, я думаю, я думаю, что, вот, если, там, что-то легализовывают, то, там, явно должны быть и... И, там, входная планка должна быть достаточно высокой. То есть, чтобы не было ситуации, что человек, действительно, последнее, там, приносит. Входная планка в виде, как? Входного билета? Ну, допустим, вот, там, солидное казино, да, вот, просто так, там, с последней рубашкой, там, ну, не пустят. Вот, там, что за границей, что... А то, что нам показывают часто в фильмах, это, на самом деле, не так, да? Ну, действительно, не пустят. Ну, вот, я был, там, за границей, там, и, допустим, тот же, там, фейс-контроль, там, может остановить, то есть, по любому причине. Ну, у кого есть средства, и кто достаточно благоразумен, то есть, можно придумать механизмы, чтобы как-то определить, я не знаю, там, какие-то залоговые суммы, там, уносить что-то еще, там, 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 может быть, проверять на эту самую историю, там, кредитоспособности, там, есть, нет, там, занятые, там, в кредитных учреждениях, там, деньги, там, все правила, вообще, казино, там, во всем мире, там, требуют того, чтобы, там, предоставлять и оставлять копию паспорта, то есть, делать копию паспорта. То есть, и данные об игроках, они, там, регулярно пробиваются, то есть, это все ведется, это, там, обычные меры безопасности для такого рода, там, заведений, вот, там, ввести законодательно, там, норму, при которой бы, там, человек, снявший себя последнее, там, не смог это, там, протратить, вот, в принципе, можно, вот. Ну, это, опять же, это из области, как бы, там, философии, что можно было бы, если бы было на то же, было бы на то же, было бы на то же, было бы на то же. Я предлагаю сейчас прерваться на небольшую рекламу, после которой продолжится особое мнение Олега Ткачева, член общественной палаты Кировской области, директора Кировского центра поддержки некоммерческих организаций. Продолжается особое мнение, сегодня это особое мнение Олега Ткачева, член общественной палаты Кировской области, директора Кировского центра поддержки некоммерческих организаций. Вот чуть ранее, несколько минут назад, мы упомянули налоги. Хочу продолжить развить тему в Следственном управлении Следственного комитета России по Кировской области. Как раз-таки был накануне создан отдел по расследованию налоговых преступлений глава ведомства Григорий Житенев. Процитирую его. Хотелось бы в этой связи предупредить всех наших промышленников, предпринимателей, что для Следственного управления в данной области неприкасаемых нет. Не платишь налоги, понесешь уголовную ответственность. На ваш взгляд, кардинальное изменение ситуации сейчас. Произойдет, отдел появился и все. Я не знаю, в чем произойдет кардинальное изменение ситуации. Государственная машина, мне кажется, что она и до этого работала достаточно жестко. И принимались различные меры воздействия на неплательщиков налогов. В Следственном комитете отдельный отдел, который будет этим заниматься. Посмотрим, во что это превратится. Я не вижу проблемы. Я не вижу недостаток государственных средств по воздействию на неплательщиков налогов. Действующих инструментов вполне достаточно для того, чтобы собирать налоги. Вы, безусловно, замечаете эту активизирующуюся работу налоговой инспекции по сбору налогов. Достигнет она своих результатов? Каких-то результатов, конечно, достигнет. Мне кажется, что все очень просто. В стране после известных политических событий действительно стало тяжелее с бюджетом. Если раньше заливалось все из нефтяной трубы, компенсировались любые расходы, то теперь расходы стало больше. Это надо чем-то компенсировать. Ужесточаются, завинчиваются гайки. Чаще и подробнее задаются вопросы. Мне кажется, что когда набор репрессивных методов ширится и ужесточается, количество проверяющих органов, количество органов, которые могут завести дело, расследовать, что-то еще, мне кажется, что в дальнейшем это будет все больше и больше отпугивать вообще людей, проявлять какую-то экономическую инициативу. На мой взгляд, ситуацию с налогообложением, с поступлением в бюджет надо либерализировать, то есть делать привлекательным, делать не таким обременительным и привлекательным стиль жизни, при котором заплатил налоги и живешь не просто спокойно, а чувствуешь себя гражданином. Вы говорите, в первую очередь, о снижении налогового вставок, например? Есть снижение налогового времени и снижение количества людей, которые могут приходить с проверками. То есть приходить с проверками сейчас, ну, господи, ну, кто только не может. То есть могут все. При этом вот те правила, что ограничить сроки проверки, там, раз в три года, там, не чаще и прочее, прочее, то есть это все как-то явно не работает, потому что... По заявлению-то проверка все равно должна быть осуществлена? Заявление-то проверка должна быть осуществлена, ну, вот. И прокуратура может, там, по любому поводу, там, в принципе, регламенты проверки прокуратуры, там, в принципе, я не видел вообще. То есть прокуратура может в любой момент прийти. С собой прокуратура может позвать любых специалистов любого ведомства. То есть получается увеличение количества проверок, там, даже можно выйти на сайт, там, в открытых данных посмотреть по количеству проверок, то есть, ну, увеличивается. Понятно, что все проверяющие приходят куда-то, то есть тратят и свое, там, оплаченное государственное время и, там, занимают время, там, у тех, кого проверяют. Вот. Результаты проверки не всегда очевидны, то есть это не всегда, там, какие-то жуткие налогонеплательщики, вот, а примеры, по которым просто из-за вот такого прессинга, там, люди разочаровываются в жизни и закрываются, вот, ну, их все больше и больше. Теперь я хотел бы затронуть деятельность Общероссийского народного фронта в Кировской области. Очередной интерес у фронта появился интерес к Кировскому областному спирт-центру. Активисты Общероссийского народного фронта считают расточительством тратить полтора миллиона рублей на создание мультимедийной презентации, выпуск всевозможной сувенирной продукции, а также проведение промо-акций в торговых центрах города. В центре говорят, что деньги-то федеральные, траты обоснованы, так как в России наблюдается резкий скачок больных ВИЧ. Пытались разобраться в этой теме. Кстати, мы сегодня поднимали ее в программе «Дневной разворот» руководитель исполкома Общероссийского народного фронта нашего отделения Роман Тептов, все-таки он согласен с тем, что деньги-то, безусловно, нужно тратить на профилактику, но, что ж так много, да, и почему распылять, почему бы не Москве это сделать? В Москве сделать что? Выпустить фильм, в частности, вот этот, анимационный состоящий из шести частей, то есть применить как-то опыт на всю страну. Ну, ОНФ могут поднимать любые вопросы, выносить их на обсуждение, вместе с тем, как бы, есть решение государственных органов о выделении определенного бюджета на определенные цели. Здесь, как бы, две стороны вопроса. Были ли эти средства потрачены с той целью, на которую они выделялись? Ну, то есть, грубо говоря, не было ли хищения? И совсем другой вопрос, это обоснованность выделения этих средств на эти цели, то есть можно было сделать так, а можно было сделать иначе, а можно было кому-то еще поручить. Я так понимаю, что вот это решение принималось не кировским типицентром, а выделение денег, фиксирование такого именно бюджета на такие нужды. То есть, тем, что выделили, они то и освоили. Вот, как, вернее, еще не освоили, только один еще лот состоялся. Там, третья сторона вопроса заключается в том, насколько эффективны эти деньги будут освоены. Вот, то есть, в стране действительно много проблем, и многие из них, там, необходимо решать. То есть, средства выделять надо, там, на пропаганду, там, всего хорошего против всего плохого тоже надо выделять средства. Кто их будет расходовать? Это вопрос чисто принципиальный и зависит от государственной политики. Если государственная политика говорит, что эти средства должны распределять, там, в регионах, вот, ну, значит, вопроса надо задавать не кировскому спеццентру, а федеральным органам управления, вот, которые формируют эту политику. Собственно говоря, вот. И после того, как будут выбраны, там, механизмы и созданы, там, какие-то, там, продукты, вот, мне кажется, что было бы и интересно, и полезно, и необходимо изучить результативность. То есть, после всей этой промо-продукции, после всей социальной рекламы, которая произойдет в результате, там, на эти бюджетные деньги, количество, там, вставших на учет, обратившихся, там, с просьбой, там, диагностироваться, там, прошедших добровольную, там, диагностику, там, увеличится или нет? То есть, затраченные усилия, они принесут какой-то, там, эффект? А какой они должны эффект принести? То есть, что должно произойти после, там, реализации этих мероприятий, ну, за эти бюджетные средства? То есть, каким образом будем измерять результат? Вот, мне кажется, о чем стоит говорить. То есть, выделение денег для, там, реализации в регионе, там, ну, с точки зрения Кировской области, я считаю, что это хорошо. Ну, с точки зрения экономики Кировской области, да, и даже, там, в этих, там, небольших средствах. А вот с точки зрения эффективности, там, ну, давайте смотреть. Ну, сфера такая специфическая, да, рейтинг, критерий эффективности. Ну, критерий эффективности, я, вот, я думаю, что вопросы профилактики напрямую зависят от диагностирования, от добровольного диагностирования, своевременного добровольного диагностирования. То есть, почему там происходит всплеск заболеваний? Там, не только потому, что, там, кто-то не знает, что, там, вредно, какие-то, там, стили поведения. Там, иногда бывает так, что добропорядочные люди, там, считают, что у них все хорошо, вот, а на самом деле, там, они глубоко и далеко, там, больны. Вот, а это не проявляется гадание. Вот. Вот, пригласить в центр пройти, там, диагностику, вот, там, это, ну, мне кажется, это первый шаг, вот, что можно было бы сделать. Вот, если среди, там, добровольно пришедших, там, на диагностику, там, выявится, сколько-то, там, людей, которых вовремя возьмут на учет и вовремя им там помогут, то это будет большим плюсом, и, там, один своевременно проинформированный, получивший помощь человек, там, не сможет заразить, там, сколько, одного, пять, десять, вот, ну, это же цепочка, это же такой снежный ком, вот, в каких теницах это оценивать? В рублях, там, в полтора миллиона рублей оценить во время, там, выявленных, или, там, во сколько? То есть, я затрудняюсь, но, по крайней мере, в таких единицах я бы стал оценивать деятельность, именно, там, региональных структур, вот, и, в частности, там, Кировского спеццентра. То есть, им необходимо приглашать к себе консультировать и диагностировать, то есть, это их основная функция, чем больше людей придет на консультацию, чем больше мы будем, смогут помочь, там, разобраться с этими страшными проблемами, тем лучше. У нас остается буквально несколько минут, еще хочу узнать ваше мнение по поводу трагичного случая, произошедшего на прошлой неделе в нашем городе. В отделении полиции скончался 38-летний мужчина, мужчину предварили к 7 суткам административного ареста, взяли своевременную уплату штрафа. Понятно, что такого быть не должно, не должны люди в участках полицейских. В нашей коллеге недавно, кстати, в Эхо Москвы сообщали о том, что за первые полгода в нашей стране подобных случаев 125 зафиксировано, и чаще всего в официальных бумагах, отчетах фигурирует формировка, просто человеку стало плохо. Вот, вот и все. Ну, подобный случай далеко не единственный. Ну, я скажу чуть больше. То есть, здесь стоит, как бы, смотреть на причину задержания. То есть, вот те граждане, которые по поводу штрафов, это вообще такой бич, в частности, Кировской области. Ну, я состою еще в общественном наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания. Вот, и мы регулярно там выезжаем в отделы полиции, и когда вот задаем вопрос, там, в отделении полиции, кто вот эти люди, которые сидят, то есть за что их взяли. Вот, очень много людей, которых доставляют в отделение полиции для того, чтобы припроводить их в суд по вот штрафам. А суд, если у человека нет с собой, ну, взяли его на улицу, да. Документ удостоверяющего личности выставили? Документ, нет, личности его удостоверили, вот, но нет там документа об оплате штрафа. Вот, были такие ситуации, когда там сидит человек, вот, в камере, там, незадержанных, говорит, я оплатил этот штраф, у меня чек дома лежит, вот. Но, так как его взяли там на улице, подошли, проверили документы, пробили по базе, человек оказался в должниках, вот, полиция должна его доставить в суд для вынесения решения, то есть суд должен принимать решение, что делать дальше с должником. Вот, и, по идее, суду он должен предъявить ту самую квитанцию в оплате штрафа, вот. И, там, суд, разобравшись, там, или отпускает его, или, там, может оставить, там, до 15 суток. Там, на самом деле, еще принудительная работа есть. Возможности? Обычно, как бы, мы понимаем, что в подавляющем большинстве случаев, да, это, ну, такие, достаточно маргинальные слои населения, вот, не платящие штрафы, которые, там, полицейский патруль, там, проверяя документы, обнаружил, что он, там, в базе должников. Вот, его, там, берут, и для доставления в суд он проводит, там, сутки, обычно это бывают сутки. Особенно скапливаются в выходные дни, вот, то есть, взяли в пятницу, там, суд может попасть в понедельник. Суд не работает в выходные, да. Ну, есть дежурный судья, вот, но, там, не все успевают, не все, вот, и, в итоге, там, люди ночуют. Как у нас буквально несколько секунд остается, вот, все-таки, как не допустить, и что, как исправить ситуацию? Мне кажется, что это не проблема, полиция не должна, там, задерживать и ночевать у себя, вот, этих людей. Есть служба судебных приставов, то есть, если человек должен, вот, приходите, то есть, основная часть, вот, этого времени должна быть приложена на службу судебных приставов, а не на полицию. Вот, незачем лишний раз за казенный счет, там, людей содержать в отделениях полиции. Пусть это делают судебные приставы. Судебные приставы. Тоже заказанный счет получается. Там, более, видимо, точно. Вопрос ночевать, вот, для доставления в суд. Завершается наше время, немножко уже перебрали, что называется. Благодарю гостю студии, Олег Ткачев, член общественной палаты Кировской области, директор Кировского центра поддержки некоммерческих организаций. Завершается особое мнение, спасибо, до новых встреч.